Легкая пехотная гаубица L-119. 105 Lightgun. Помощь Украине от Новой Зеландии. Уже в начале июня 2022 года вооруженные силы Украины в рамках безвозмездной военной помощи начнут получать из Новой Зеландии легкие пехотные гаубицы L-119 калибра 105 мм. Эта небольшая страна с другого края света предоставит Украине 40 систем наведения, а также проведет обучение 230 артиллеристов ВСУ, для чего в Британию уже прибыли 30 инструкторов. Вместе с инструкторами привезут амуницию и дополнительное оборудование, а также боеприпасы, требующиеся для проведения учебных стрельб. В дальнейшем унифицированные боеприпасы для этой пехотной гаубицы будут поставляться с европейских складов стран НАТО. Считается, что на полноценную подготовку каждого экипажа уйдет порядка недели, и самое позднее, уже в начале июля 2022 года эти достаточно эффективные орудия начнут работу на полях российско-украинской войны. L-119, стандартизованная под 105-мм боеприпасы НАТО-модификация британской легкой пехотной гаубицы L-118. В США она имеет индекс М-119, общее бытовое название, 105 Light Gun. Многие эксперты считают, что передача именно таких гаубиц лучше отвечает современным условиям контрбатарейной борьбы благодаря мобильности. Стоит отметить, что 105 Light Gun активно используется британской армией в США, где занимает место такой мобильной артиллерийской системы. Также она стоит на вооружении еще 17 стран, включая Испанию, Португалию и Новую Зеландию. Главной особенностью пушки L-119 является ее система наведения LENAPS, заменившая традиционную оптику. Система использует лазерные гироскопы, имеет свою систему навигации и берет на себя все баллистические расчеты. В британской армии все L-118 получили такую систему в 2002 году. Управление огнем осуществляется непосредственно через планшет с сенсорным экраном на орудии. Еще одной особенностью пушки является необычное для артиллерии стран НАТО использование гильз вместо картузной зарядки. Это позволяет несколько ускорить темп стрельбы, который достигает 6-8 выстрелов в минуту. Но калибр пушки и длина ствола напрямую влияют на дальность выстрела из нее. Он составляет 17,2 километра при использовании обычного снаряда и 19,5-20,5 активно-реактивным. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. Если сравнивать эту систему со 122-мм гаубицами Д-30 советского образца, то 105 Light Gun имеет преимущество при стрельбе обычными снарядами. Советская пушка имеет дальность стрельбы до 15,3 километра, что почти на 2 километра меньше 105-мм артиллерийской системы. Аналогичное преимущество остается и над 122-мм САУ-2С1. Все эти системы активно используются армией РФ. Конечно, 105-мм артиллерийская система проигрывает по дальности 152-мм артиллерийской системе МСТА, которая имеет дальность стрельбы снарядом с улучшенной аэродинамикой РК-24,7 километра. Также следует учесть, что огневая мощность снаряда в калибре 105-мм слабее 122-мм боеприпаса, в котором содержится от 3 до 4 килограммов взрывчатого вещества. В стандартном 105-мм снаряде Л-31Хи содержится всего 2,5 килограмма взрывчатки типа ТНТ. Поэтому был разработан новый снаряд Л-50Хи, наполненный 2,9 килограмма взрывчатки нового поколения Рауа-Анекс. Декларируется, что такой снаряд эквивалентен 155-мм стандартному снаряду М107, который наполнен 6,87 килограммами ТНТ. Легкие гаубицы Л-119 могут обеспечивать прямую огневую поддержку, либо вести огонь с закрытых позиций в радиусе свыше 10 километров. Обычно эти установки перевозят на поле сражений на специальном транспорте, также возможна транспортировка на вертолете для быстрого развертывания или доставки в труднопроходимые районы. Это орудие весит 1,9 тонны, его длина – 6,5 метра, ширина – 1,8 метра. Буксировка осуществляется грузовиками или универсальными колесными машинами высокой проходимости. Транспортировка по воздуху осуществляется на внешней подвеске вертолетов А-60, 1, и СИЭЧ-47, 2, а также практикуется десантирование парашютным способом. Насколько эффективной будет в условиях нынешнего конфликта высокой интенсивности 105-мм артиллерийская система, спрогнозировать довольно сложно. С одной стороны, есть уверенность союзников, что такая тактика сработает. С другой стороны, украинская сторона ратует за поставки тяжелых артиллерийских систем больших калибров с максимальной дальностью стрельбы, которые потребуются для проведения контрнаступательной операции по освобождению всей территории Украины, включая Донбасс и Крым.